В наше время техническая революция перешла с неспешного шага на стремительный спринтерский бег. Простые, казалось бы, вещи стали сложными и высокотехнологичными. Дети не умеют пользоваться дисковым телефоном. Что там говорить о угольных утюгах или самоварах? Иногда вижу картину. Человек листает старый фотоальбом и пытается увеличить глянцевую бумажную фотографию пальцами, как на планшете. Старинные вещи, за которыми бдительно ухаживали наши деды и прадеды, сдувая каждую пылинку, сейчас нещадно отправляются в мусор. Но все же, некоторым артефактам везет больше. Сегодня мы поговорим об одном из таких. Это на школу. Вот там школа. Отопление. Не успеваем. Ладно. Дело в следующем. Сегодня видео будет необычное. Полазим по помойке, по свалке. И будем там искать нечто очень интересное. Друзья, здравствуйте. Рад вас приветствовать на своем канале. Сейчас встретим старых друзей. Ну, если вы помните, конечно. Итак, давайте начнем. Старые знакомые. Саша. Да. Так, сейчас будем... Будет очень интересное кино. Очень интересное кино. Да. Да, поедем. Едем на свалку. Саша, по советской поедем? По самой хорошей улице у нас в Нюрбе. Саша, слушай, ты видел такие локомобили в работе? По работе видел, когда мне 5 лет. 5-6 лет. 5-6 лет, да? Я помню. Очень хорошо помню. И вроде стояли в каждом районе такая, да? Ну, в каждой деревне. В каждой деревне? Да, именно в Хорге был такой аппарат. К нему подключался генератор. Нет, он представляет собой четырехколесный паровой двигатель. У него для транспортировки колесо установлено железное колесо. Очень старинный аппарат. Паровой котел, чугунный паровой котел. И там поршневая группа, паровой поршень. И большой махомик крутит. Вот через этот махомик перензается генератор. Обычный генератор. Где-то 10-15 киловатт. 10-15 киловатт? Но всей деревне хватало. Потом туда лесопилка подключалась. Мельница для обработки муки. И много разных историй. Даже я слышал, подключалось производство валенков. Да, да, да. Да, что-то такое еще. Ну, короче говоря... Я вот здесь стоял. Да, вот в конце этой улицы, в конце вот этой улицы мы сейчас едем по городу Нюрба. Стоял такой паровой двигатель. Да, конечно. Это логическое компания. Да, своими силами немного не справимся. Много технику надо. Мэрию попросим. Да, да, да. Да, вдруг. Вдруг что получится. Как раз идет у нас план идет какой-то. Берег, да. Да. Набережная. Да, да, да. Ну, очень было бы хорошо, если бы все же без очистки обойтись, а просто увидеть его. Ага, да. Вот у нас улица заканчивается. Да, да. Медвинка рекерезька. И тут у нас такой обрыв начинается. Да, вот это тоже на металлогом скоро разрезут, вот этот корабль. Большой корабль. Уже, да. Уже люди занимаются. Надо утилизировать. Ага. Там у нас пропасть. А вот и очевидцы. Не надо? Автобаза. Ничего себе. Какие тут раритеты уже лежат. Так, очевидец. Очевидец сниматься не захотел, но все равно покажем. Это у нас все укрепление берега получается такое долбанутое. А, вот он. Вот он, слушай. Оказывается, выселанная. Красота. Даже я думал, надо будет какие-то делать эти. Да. Локомобиль. Так, вот части от парового котла. Тут все заросло. Ну, это ничего страшного. Саша, сколько ей приблизительно лет вообще вот этой штуки? А, вот это топка. Это топка. Вот, есть, есть, есть. Отлично. Так, ну, тут номер есть, все есть. Да, да, да. Котел. Все написано. Но, мановы, переехали. Ну, это, наверное, можно заказать, узнать и так далее, и так далее. Вот ступица. Это ступица сюда? Для перетранспортировки. Ага. А нижнее кольцо может быть есть. А нижнее, может быть, имеется. Ммм. Ммм. Да, маховник. Так, стой. С той стороны. Я понял. А ее сюда толкнули, да? И вместе с ней еще. Так, вот еще одно колесо имеется. И сзади тоже колесо должно быть. Да, это там, чтобы маховник. Это восстановим, потом будем этот памятник. Города Нюба будет стоять. Конечно. Он же обеспечивал, получается, электричеством. Да, да, да. И многими... Да. Вот этот локомотив именно обеспечивал промкомбинат. А, промкомбинат. А, ничего себе. Мы историю надо потом изучим, наверное. Изучим. Вот транспортиров... А, это... Это нижнее, да. Все, короче говоря, здесь можно подъехать. Экраном забрать. Приблизительно сколько он, интересно, весит? Ну, две тонны максимум. Две тонны максимум. Максимум три. Три, может быть. Блин, мой не потянет точно. Нет. Еще далеко. Но... Да, Саш. Круто. Круто, что он все-таки появился. Вышел. Угу. Итак, дубль два. Мэрия города Нюрба. Ну, поперли. Да, поехали. Администрация города Нюрба. Ой, блин, вы бы знали, как я такие старинные вещи люблю. И тем более их спасать. Это просто капец. А вот Саша, вот он постоянно, вот, кладезь таких историй. Ладно, пойдем к Александру Игнатьевичу. Я думаю, не откажет. В таком деле точно не откажет. Да ничего, нормально. Я такой же. Ну, я тоже. Мэр тоже часто в этих галстуках всяких не ходит. Редко только. Так что нормально все. Все серьезно. Все официально. Так что сейчас один момент. Да, там кто-то там сидит. Собрание. Пойдет. Саша. Саша, Саша. Вы знаете друг друга? Увидел, по-виде. Блин, мы паровоз нашли. А, нашли? Да. Мы паровоз, короче, нашли. Надо вытащить очень срочно. И что надо? Кран нужен. Поговорить. Войдем, пойдем. Сколько там тонн? Там три тонны, но там на большом удалении. Двадцать тонн, когда? Ну да, двадцатитонник. Вот этот вот, где танкер там лежит. Большой. Слушай, я найду сейчас кран, пойду к вам болю, а ты... Вообще, вообще идеал. Хорошо. А ты после обеда освободишься, нет? Соберусь. Там, ну, это действительно... Хорошо. Сиди, сиди. Крану практически сто лет. Помогай. Ой, не крану, а паровозу. Одеваться надо? Все, 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 давай. А, ты свел, что ли? Конечно, снимал. Я же блогер, блин, или кто? Ладно, давай. И на собрание. Да, жестко. Конечно, счастливый. Это стандартный нуаз. Дайте, пожалуйста, с Романом Романом. Балдавший Дмитрий Ильич был инициатором технического прогресса в районе. Установил первый электролокомобиль, зажегший лапочку Ильича. Это было в 1932 году. Да, да, да. Ну, как в Нюрбе, получается. Долго бы вы сказали, такой аппарат. Ну, может, на какое-то предприятие или на что-то. Так, этап следующий. Поговорили с крановым. Я буду перевозить. Сейчас кранового привезем на место. И покажем ему, короче говоря, откуда мы его будем доставать. И, короче, как это все делать будет выглядеть. Он сейчас все посмотрит. И уже примет решение. Ну, я надеюсь, мы сегодня его достанем. И сегодня он уже будет на территории музея. Очень, очень надеюсь. Сейчас еще за директором музея съездим. Тут у нас стоят краны. Нас послали сюда, короче говоря. Вот этим, по-моему, будем вытаскивать. Вот он. Так, Анна Андреевна. Анна Андреевна, голубушка, садитесь. Все. Едем? Едем. Так, вон у нас все нас ждут, оказывается. Все на месте. Все ждут нас. Так. Так, Саша уже тут. Все, сейчас надо... Да, 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 да. На этот его надо перевесить, Артем. Ну, все. Все, Саша, ты готов? Нам тогда туда вниз надо нырять, да? Да, конечно, конечно. Так, все. Давай, Тос, поберем. Давай. Вот так. Я думаю, не тяжелый. Я думаю... Ну, да. Да, вот отсюда первое возьмем, да. Вот сломается. Да, это не сломается, да. И что у нас еще? Здесь надо... Вот... Очень мне хотелось бы, чтобы второе колесо было где-то тут. Да. Саша, это... Труба? Это что за труба? Буровая какая-то, наверное. Еще и погнутая. Где моя? Так, ну что, давай, родной. Так, ну что, давай, родной. Ага. Давай, друг мой, а. Так, Саша, аккуратно. Ага. Ага. Все, право, аккуратить, чтобы тяга у нее все. Ага, да-да-да. А, ты-то, говорит, мало? Ну, конечно. Я переверну то, чтобы так бы надо было. Ну, ладно, попробуем. Попробуем так, ага. Блин, выдержит, не выдержит. Революционная постройка. Да нет. Нет еще? Нет еще? Тянуть надо. Тянуть надо? Ну, скажем сразу. Ты, ты, перебой смотри свою. Он хоть и вытягивает, взрывайся. Нет еще? Еще нет. Тянуть надо же. У тебя уже с рамом так идет. А, ну тогда... Блин. Так, приняли решение сначала трубу вытащить. Ага. Да не сильно там мешало. В сторону, в сторону, ага. Пойдет, бросай ее. Локомобиль. Может, этот ковс тоже уберем? Это снаряд? Ну, это ковс этот от земснаряда или от чего он? О, земснаряд. Он, наверное, дорогой, да? Да, черный. Высший сок. Ешкин кот. Сам возьмешь такой. Сам возьмем. Манипулятором. Хорошо. Высший сок. О, е-мое. Заберу. Ух ты, еще один. Еще одна аббревиатура. 2002 год. Так, еще одна. Да, но где-то какие-то детали, наверное, могучие. Ну, 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 я понял. Блин, сейчас зацепится. Еще одна попытка. Двигатель даже не хочет работать. Даже так. А машина-то висит. Да, да, да. Вот за это. За это. Аккуратно руки. Коля, мой. Коля, корень. Угу. Ну, он тут... У него... Это вот, походу, здесь пар гуляет, да? Да, в этих... Еще, еще видишь, это шпильки, они собраны. Чтобы она под давлением выдержала. Да, не разотовалась. Вот эти вот, я говорю. Вот топка. Пять тонн точно есть. Пять тонн, да? Пять тонн, наверное, будет. Ешкин. И все грязь, болото, там, песок. Ну, сейчас посмотрим. Ну, он 25 тонн. Должен же, блин. Е-мое. Машина подземной проваливается. Ну, понятно. Саша... Саша говорит, что... Короче говоря, более пяти тонн. Ну, ничего. Ладно. Дубль пятый. Погнали. Сейчас зацепим вот за эту ступицу. И попытаемся его, короче, поставить на попа. Ага. Ну, хотя бы... Вот, смотри, двигается. Скажи, двигается! Ему скажи! Да, я не могу. Сейчас он стрелу соберет и дернет. Ага, движение пошло. О-о-о. О-о-о-о. Заглох. пока заглох этот а вовсе завели опять так ну вот тут колесо по ходу она мешает или может без колес саш давай все сторону может быть а вот она он же еще всосался здесь же талые воды проходят да 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 оторвали главное мертвая . есть так еще конкретно и потянули все хорошо отлично поднялся о вышел вышел отлично родной ноги нету а а вон вода полилась конечно из котла обалденно что говоришь переделывать можно ну ну отлично все пошел пусть бы так это чтобы вода стекла отлично все вытянет вытянет анна андреевна победа все в музее будет еще один замечательный экспонат да просто великолепный так смотри-ка трос нам мешает что за трос да 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 самое главное основное все сам ой смотри какой рисунок вот так дорогие друзья мы практически вытащили этот паровоз сейчас один момент все справится красота да но я тоже так думаю хер его знает нет она зацепилась конкретно за этот трос болгарочка смотрите вот такую обзор конечно так у нас дождик блин пошел жалко о мэр города приехал все как надо я один пойду да я в этот спрячусь если что в кузов спрячусь ладно давай дождь усиливается все как надо да короче говоря сейчас все будет обалденно артем только под стрелой не стой жестко жестко-жестко да 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 рядом на землю ложи александр игнатьич это история друг мой тем цепля отцепляй ой 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 что-то не то опа все теперь так как надо стоит так и и Вот отсюда! Дождь просто... Слушай, тут маленькие, наверное, колеса были, да? Да, получилось, как вы себя ощущаете, я ощущаю себя очень хорошо, ага, так, опа, сейчас, 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 он здесь, круто, все, все в сборе. Вон там мэр по телефону разговаривает, короче, все круто, а, ты поехал? Ну и спасибо, Саш, огромное спасибо тебе, за нюрбу, спасибо тебе большое, за историю, а тут два шилдика, смотри, тут еще один шилдик есть, и еще один, короче, тут шилдиков целая куча. А, конечно, 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 все, ладно, поехали на музей. Сейчас музей надо. Ага, хорошо. Да, да нормально, зато такую историю замутили. Это Шанна Андреевна, а там, кстати, шилдиков целая куча. Да? Угу, три. Три, как минимум. Там три, ага. А где их левка? Три, как минимум. Ага. Продолжение следует... Умалчивает, как сюда залезли, да. Вот, смотрите, топка. И в топке там даже все видно. Смотрите, раз шилдик, два шилдик, три шилдик. Вообще. Это какие-то, я не знаю, что это такое. А, это какие-то клапана, скорее всего. Да. Вот что-то такое. Да, а колеса, судя по всему, короче, малого диаметра. Чуть-чуть поменьше, видимо, да? Да, наверное. Так, здесь что-то у нас такое. Ну, это кожух, это просто кожух. А вот это вот, а вот это вот с котла эти трубки, по которым вода циркулировала. Вот это все основание, оно чугунное. В нем вот топка, пламя горело, а здесь вода. А вот этого, к сожалению, купола нет. Но нужно потом это циркулировать. Наверное. Да, и вот еще один клапан. Они же взрывались, вы знаете, вообще, кстати. Очень сильно. Паровозы вообще взрывались. Один паровоз что-то унес тысячу жизней. На вокзале взорвался. Ну, паровые котлы взрывались. И поэтому, поэтому, видите, вот так. Ну, пока он, вот пока он в таком состоянии, да, не отреставрированный весь в земле. Он, конечно, мне он очень интересен. Да. Да. Ну, сейчас Василий его вымоет, вычистит, отреставрирует. И будет такой кукольный стоять. Ну, кстати, он в нормальном сохране. Дверки жалко, а топки нет. Но мы там с Сашей поищем еще эти колеса. И от него там еще кривошипный шатунный механизм должен быть. Который вот колесо должен вращать. На нем вот ведущего колеса самого нету. Но вот должен где-то, где-то тут должно быть. Вот здесь навеснуха стояла. Короче, вот такая вот история. Ну, вы-то довольны, нет? Ну, я очень довольна. Я очень довольна, Олеся, ты прямо. Да. Все, давай сюда цеплять будешь. Сюда, Леш. Все, давай. Все, есть. Артем, ну что? Кирпичи внутри. Да, это топка для дров. Саша чуть-чуть припоздал. Немножечко-немножечко к разгрузке. Как раз. Да, а вот я не знаю, что это такое. У тебя есть щетка по металлу? Давай посмотрим. Нет, нету здесь. Здесь двери должно быть. Монометр у меня есть. Летом, как же, вроде, все найдем. Мы там вторую грузку. Там перевошипный механизм. Там после него должно быть. И труба, там должно быть дымоход. Да, 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 да. У меня все в голове есть. Генератор найдем зимой. Генератор отдельный ролик будет. Привезем. Который там на Буране привезем, наверное. Хорошо. Потолок огневой. И вот это я не могу. Вот так, дорогие друзья. Вот этим оборудованием разгонялись жернова на мельнице. Пилы на пилорамах. Генератор вырабатывал свет в лампочке Ильича. Вот такое оборудование. К счастью, мы извлекли из свалки. И оно еще здесь, на территории музея Уткина, будет долго и долго радовать нас. Да? И до 53-го в пустанце, как говорится. Это последняя модель сюда оказалась. Это эксклюзивный черный получатель. Да. Все, конечно, промокли насквозь. Друзья, до скорых встреч. Увидимся. Будьте всегда здоровы. Никогда не болейте. До свидания. Пока. Очень, очень хороший день сегодня. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»